Если вспомнить историю нашей планеты, то конфликты на ней происходили постоянно. Не только в наши дни. Люди спрашивают, почему сейчас столько насилия? Это не так. Насилие было на планете всегда. Просто, если сегодня в Ираке погибнут 50 человек, то кровь выплеснется в ваш дом через телевидение. Кровь иракцев выплеснется в ваш дом, не так ли? Но тысячи лет назад, даже если бы в Ираке погибли тысячи человек, вы бы могли преспокойно сидеть и наслаждаться своим завтраком. Потому что никто бы не сказал вам об этом. Сегодня СМИ фокусируется только на смертях, изнасилованиях, убийствах и тому подобном. В ваш дом постоянно выплескивается кровь через телевидение или газеты. Но тысячу лет назад, даже если бы где-то погибло 10 тысяч человек, вы бы сидели и думали, что весь мир — это Рама Раджи, королевство справедливости. Но даже в Раме Раджи царило одно лишь насилие, не так ли? Да? Обман, насилие, зависть, ненависть — вот и вся Рама Раджи, не так ли? Вы видите это? Рама ушел в лес. Почему? Из-за чьей-то зависти. А Рама отправился на Шри-Ланку. Почему? Из-за чьей-то жадности. Бесконечные сражения, сражения по пути, сражения на Шри-Ланке. Он сжигает там все дотла, возвращается назад, но не может спасти свою жену. Ему приходится отправить ее в сгнание, в джунгли, где она и умирает. Теперь вы все это превосносите, говоря, «Она ушла к земле». Все только туда и уходит. Куда вы думаете, вы отправитесь? Думаете, попадете на небеса? Вы тоже уйдете к земле. Но если мы отправим вас к земле прямо сейчас, то здесь превозносить будет нечего. Это было бы чудовищно, не так ли? Но Сита отправилась к земле, и вы это превозносите, потому что пять тысяч лет спустя все выглядит совсем по-другому. Но это просто ужасно, не так ли? Беременная женщина, женщина, которая выношает ребенка, ни одного, двоих. Тогда они об этом не знали, но детей было двое. Отправить ее в лес на самостоятельное пропитание — это ужасный поступок, не так ли? Так что я хочу, чтобы вы знали. Подобное было всегда. Просто вы не желаете этого видеть. Вот и все. Насилие, жадность, злость, ненависть, проблемы — все это придумано не нынешним поколением. Это было всегда. Просто мы много говорим об этом, как никогда раньше, потому что нам это доступно, как никогда раньше. Мы получили возможность видеть то, что происходит на другом конце мира. Поэтому мы и говорим об этом. И другая причина в том, что никогда раньше мы не были настолько оснащены для разрушения или созидания. Сейчас мы оснащены для разрушения и созидания, как никогда прежде, не так ли? Поэтому теперь мы должны немного больше думать перед тем, как что-то предпринимать. Было время, когда, если вы злились, вы могли просто взять палку, либо вы убивали этого человека, либо он убивал вас, и все это происходило между вами двумя. Это всегда было дуэлью. Но теперь это не так. В наши дни, если вы разозлитесь, вы можете устроить конец света. Так что мы больше говорим обо всем этом. Но конфликты среди людей существовали всегда. Почему? Просто мы порабощены процессом выживания. Мы не способны посмотреть за его пределы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok